Белорусы стали покупать больше автомобилей. Статистика официальных дилеров за полгода говорит о росте в 70%. Если же учесть реализацию машин по всем каналам, цифра будет еще весомее. Эксперты объясняют такой всплеск ростом доходов граждан и доступностью кредитов. Но самый значимый фактор – снижение цен на легковушки, связанное с заметным укреплением белорусского рубля к российской валюте. Сегодня более 80% общих продаж дилеров формируют машины, возимые из России. Их немалый вклад в статистику принесло и белорусское производство под Борисовым. Джилия закрепился в топ-10 самых популярных у белорусов автомобильных марок. Я полагаю, что делом чести для отечественного производителя к концу куда войти в пятерку наиболее популярных среди белорусов брендов. Это задача им по силам, особенно если сохранятся стимулирующие программы, то есть льготный лизинг, льготные кредитные программы. И произойдет обещанное расширение модельного ряда, появится относительно дешевый, бюджетный, как у нас принято говорить, седан, и более дешевый, чем Джили Атлас внедорожник 0.4. Расширение модельного ряда позволит белорусскому производителю еще больше упрочить свои позиции на рынке. Ожидается, что Джили прирастет еще на 50%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова